Сегодня мы расскажем про то, как производят иранские дроны в Татарстане, кто за этим стоит и почему мирный проект экономической зоны в Алабуге стал новым плацдармом российского ВПК. Это совместное расследование издания «Протокол» и YouTube-канала «РСВРТ». Вы смотрите первую часть в нашем цикле расследований про Алабугу, но обо всем по порядку. Последние месяцы Россия все чаще использует для атак по Украине не только ракеты, но и боевые дроны иранского производства. В ночь на 28 мая по Киеву ударили рекордным количеством дронов. 54 шахида долетели до Украины, где 52 из них были сбиты ПВО. Как минимум один человек погиб. А вот в ночь на 30 мая еще 31 шахид. По словам украинской стороны, 29 из них сбили. Посмотрите на эти кадры. Вот раненый мужчина стоит рядом с жилым домом, в который попал российский беспилотник. А вот женщина с собакой на руках смотрит на свой дом, в который тоже прилетел шахид. Или вот женщина в скорой. Удар был нанесен в 4.30 утра с целью террора мирных людей в Киеве. Сегодня мы расскажем, благодаря чему террор стал возможен. Русскоязычное название этого места – Елабуга. Елабужский район – район в республике Татарстан, недалеко от города Набережной Челны. Татарское название отличается только одной буквой – Алабуга. В 80-е годы здесь планировали развивать промышленность. Запустили ГЭС, открывали новые заводы. Запланировали запустить производство тракторов, двигателей, станков. К концу 80-х вместо тракторов было решено выпускать малолитражные легковые автомобили. Но вскоре СССР перестал существовать. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Республики бывшей державы, за исключением Грузии и стран Балтии, их 11, учредили Содружество независимых государств. В 90-х годах здесь существовало производство. Но самое интересное началось ближе к началу нулевых. 25 лет назад, 22 апреля 1988 года, на уровне республики принят закон о свободной экономической зоне Алабуга. Позже он будет отменен, а полноценная особая экономическая зона появится на этом месте только в 2006 году. На официальной церемонии открытия присутствует министр Эльвира Набиулина, глава Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин и заместитель министра промышленности Денис Мантуров. На фоне кризиса других экономических зон, которые даже стали закрывать в 2010-х годах, Алабуга активно развивается. Здесь созданы все условия для привлечения инвесторов со всей страны и из-за рубежа. Налог на прибыль 2% вместо 20%. Никакого налога на имущество, землю и транспорт. Руководство особоэкономической зоны лоббирует в создании условий для производителей на правительственном уровне, что обеспечивает будущий успех Алабуги. В 2015 году Financial Times впервые признает Алабугу лучшей особоэкономической зоной Европы. Этот статус Алабуга стабильно сохраняет за собой в последующие годы. В 2016 году 74% прямых иностранных инвестиций в Татарстане приходятся на Алабугу. Здесь активно строятся заводы, дело идет в гору, стал вопрос о нехватке профессиональных кадров. Резидентам нужны квалифицированные работники. Увеличение количества таких кадров позволит успешнее привлекать иностранных резидентов в Алабугу. Тогда, в 2021 году, глава Татарстана Рустам Мениханов лично открывает образовательный центр Алабугу Политех. На открытии присутствует первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко и директор Департамента экономического развития и финансов правительства России Василий Талако. Изначально идея Политеха была в том, рассказывает один из источников, чтобы создать воронку Илонов Масков. Из сотен и тысяч студентов, прошедших обучение в Политехе, должно было родиться небольшое количество гениальных специалистов. По задумке, это современное инновационное производство, где учатся и параллельно работают студенты. Был запущен робоподдонный проект. Проекты производства собственных серверов, производства печатных плат. Сотни проектов, многие из которых инициировали сами студенты, были на рассмотрении, а многие на стадии реализации. Алабугу Политех не похож ни на один другой колледж в России. Вместо вступительных экзаменов – игра в специальном приложении. Вместо общежития с одним душем на этаже – комфортабельная студия на двоих. За усердную работу – квартира на очень выгодных условиях. Детям сотрудников сад и международная школа по последнему слову педагогики. Топ-менеджерам красивый дом прямо в экономической зоне. Война, рассказывает наш источник, поставила жирный крест на идеи всей экономической зоны в целом и на идеи колледжа Алабуга Политех в частности. Робоподдонное производство – это единственный проект, который удалось довести до финальной стадии. Часть единиц техники смогли смонтировать. Проект встал из-за того, что немецкие производители роботов Кука, которые активно применяли студенты Алабуга Политех, больше не могут работать в России. Всем привет, меня зовут Максим, с вами Алабуга Политех, и это обзор на Кука КР-50. Фирменный оранжевый цвет, напоминающий вам в том, что это робот Кука. Шесть осей, позволяющих вам работать в любой плоскости. Радиус работы – 2,5 метра. Я – будущий мехатоник. Если ты хочешь научиться работать с таким же крутым оборудованием, поступай в Алабуга Политех. О дальнейшей поддержке производства не может быть и речи. Студенты продолжают работать на робоподдонах, но теперь эта работа не несет той ценности, что была предусмотрена изначально. Специалисты, которые способны работать с современным оборудованием, внедрять различные системы автоматизации, в России есть. Но зарплатами, которые даже по меркам западных стран очень велики, их привлечь не удается, рассказывает один из заработников Алабуги. Потому что отсутствует какой бы то ни был вменяемый менеджмент. Помимо проблем с техническим и программным обеспечением, Алабуга столкнулась с финансовыми проблемами. Из особой экономической зоны стали уходить крупные резиденты. В первую очередь это Ford Solarz, российско-американская компания, работавшая в Алабуге с 2011 года. После начала войны американский автоконцерн приостановил производство автомобилей в России, а позднее и вовсе прекратил работать в Алабуге. Ford Solarz в Алабуге! Источник рассказывает, что Ford Solarz был одним из крупнейших налогоплательщиков Алабуги. В том числе за счет его налогов планировалось открытие множества инновационных производств. Теперь на его месте собирают китайские грузовики, которые буквально разваливаются, как только выезжают из цеха. В связи с уходом партнера в лице Ford Motor Company, более тысячи человек были отправлены в простой. Но ушли все же не все. Среди резидентов и сейчас есть, например, турецкая компания Kastamonu. Эта фирма производит ламинат. Kastamonu. Жить лучшее легко. Kastamonu в 2021 году была первой компанией на российском рынке по производственным мощностям, согласно исследованию Вот-Вуд. Сразу несколько турецких компаний составляют костяк иностранных резидентов и не покидают российский рынок даже после начала войны в Украине. 15% подоходного налога сотрудников в соответствии с законом идет в местный бюджет, а 85% в региональный. Из последнего в том числе финансируется особая экономическая зона. Один из источников утверждает, что война стала болезненным ударом по бюджету Алабуги, а мумилизация по человеческому ресурсу. На все предприятия, в том числе и дочерние проекты Алабуги, спустили разнарядку по людям для фронта. По словам источника, сотрудники военкоматов приходили в отдел кадров, туда вызывали работников Алабуги по фамилиям и их прямо с заводов отправляли в военкомат. Это не устроило руководство Алабуги и генерального директора Тимура Шагивалеева, потому что разрушало производственные цепочки внутри экономической зоны. Тогда отделу кадров была дана задача найти выход из ситуации. И выгод, по словам нашего источника, был найден. Вечер отдел перешел в найм добровольцев для отправки на фронт. Их формально зачисляли на штат на позиции водителей или охранников с завышенной во много раз заработной платой и передавали военкомам в рамках той самой разнарядки. Когда этот метод перестал работать, было решено взять небольшой оборонзаказ, чтобы получить положенную государством отстрочку и растянуть его на максимально возможный период. По словам одного из наших источников, изначально Алабуга планировала производить бронежилеты, но за две недели придумать под это проект не получилось. Как итог, этим заказом стали боевые дроны. Сначала предполагалось, что это будут российские беспилотники. Ставка была сделана на Орлан-10, самый распространенный в российской армии боевой беспилотник, который хотя бы частично производится в России. Одна из компаний, которые его производят, технологии и автоматизации программирования, или ТАИП. С ней первоначально и планировали заключить договор. Но тут Алабуга столкнулась, по словам одного из наших собеседников, с искусственно создаваемыми препятствиями со стороны ТАИПа. Несмотря на это, ТАИП заказал у Алабуги 100 корпусов для дронов 1 марта 2023 года. В октябре 2022 года начались поиски возможных партнеров для производства корпусов беспилотных летательных аппаратов. Письма с предложением о сотрудничестве направлялись как российским, так и иностранным компаниям. Например, в ноябре Алабуга направила письма в крупнейшие китайские компании, среди которых есть и Jilly Technology Group. Но не только Алабуга искала партнеров. В нашем распоряжении оказались внутренние документы Алабуги. Среди них есть письмо от МИЦ «Композиты России», которое является подразделением МГТУ имени Баумана. Однако договор о поставках Алабуга и Бауманка так и не заключили. В итоге на территории экономической зоны в качестве резидентов по направлению БПЛА начали работать ООО «Альбатрос» и несколько энтузиастов со своими командами. 26 ноября 2022 года в Алабугу приезжает вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров. Публичной частью поездки стал перезапуск автомобильного завода, который простаивал с уходом Форда. Про это в своем телеграм-канале пишет Рустам Миниханов. Он провел открытие производства вместе с Мантуровым. Один из источников утверждает, что это была всего лишь видимая часть поездки. На самом деле Мантуров приехал, чтобы продавить производство дронов для фронта на мощностях Алабуги и сделал это успешно. Потери от санкций, попытки откупиться от мобилизации, небольшой гособоронзаказ во имя брони для сотрудников – все это переросло в массовое производство боевых дронов. Несмотря на все попытки остаться в стороне, Алабуга стала частью российского ВПК. Уже более полугода Россия атакует украинские города беспилотниками Герань-2. Западная пресса пишет, что на самом деле это переименованный иранский дрон «Шахиб». В ответ на обвинение Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о поставках дронов из Ирана. Это не так. Власти США утверждают, что Россия совместно с Ираном строит завод по производству дронов в городе Елабуга. Он может быть запущен уже в следующем году, пока сотрудничество ограничивается поставками в Россию готовых дронов. Это подтверждает и один из наших источников. Он утверждает, что лично видел документ, подписанный Сергеем Шойгу. Этим документом министр обороны России одобрил финансирование проекта закупки иранских дронов. Собеседник утверждает, что в дальнейшем эта бумага ушла на подпись и к Владимиру Путину. Источник оценивает предположительную стоимость контракта с Ираном на данный момент в 132 миллиарда рублей. Сейчас комплектующие для шахидов полностью поставляются из Ирана. Непосредственная сборка происходит уже в Алабуге. В самом начале сотрудничества схема выглядела так. Самолет вылетает из Ирана, садится в Москве, его проверяют. Затем из Москвы он летит в аэропорт Бегишево в Нижнекамске. Оттуда на частных фурах содержимое самолета вывозится в Алабугу. Сейчас самолеты летают в Бегишево напрямую. Вот тут стоит рассказать о конспирации вокруг проекта. С самого начала руководство называет в некоторых внутренних документах шахиды лодками, а Иран — Белоруссию. В распоряжение редакции попала внутренняя презентация с предварительной планировкой цехов для производства и самой схемой производства. Титульный лист гласит «Проект лодок». Но уже на предпоследнем слайде изображен дрон «Шахид». Один из наших источников предполагает, что именно это переименование во внутренних документах стало причиной того, что издание The Guardian упоминает в схеме поставки лодки, несмотря на то, что дроны доставляют самолетами. Договор с Ираном подразумевает полноформатное обучение специалистов из Алабуги на территории иранского производства. Первая образовательная поездка состоялась в марте 2023 года. Сейчас обучение проходят старшие специалисты, основной менеджерский состав. В процессе такого сотрудничества Алабуга планирует обучить в Иране больше 200 человек. В дальнейшем запланировано обучение средних специалистов, и в конечном итоге очередь должна дойти до студентов. Параллельно иранская сторона передает планировки, перечень оборудования, технологических процессов, технологические карты, конструкторскую документацию. Иранские и российские инженеры совместно вырабатывают эту документацию и процессы, адаптируют их под российские реалии и потребности. Это выглядит как двухсторонние совещания, на которых иранские и российские специалисты обсуждают процесс адаптации. Например, какие модули можно заменить и чем, чтобы Алабуга могла это купить без проблем, а не налаживать собственное производство на первом этапе. В договор входит и поставка готового пакета комплектующих, который собирают в Алабуге. На начало марта в Россию было поставлено порядка 70 шахидов из Ирана. Это только первые две поставки за две недели. Судя по всему, они уже пошли в работу. 26 марта Миноборона Великобритании сообщила, что с начала марта, вероятно, Россия запустила не менее 71 иранского дрона по территории Украины. Источник обращает внимание, что Алабуга не закупала сами шахиды. Она купила право организации производства беспилотников под ключ. Выражаясь простым языком, приобрела франшизу. По задумке, в дальнейшем количество импортируемых из Ирана комплектующих будет постепенно снижаться. В первую очередь, из перечня ввозимых составляющих уберут корпус, потому что он прост в производстве. Следом, уберут электронику, потому что GPS-модуль и процессор в шахидах достаточно примитивны, на уровне технологий 90-х годов. Их будут закупать на Алиэкспресс. Вслед за электроникой в Алабуге планируют научиться делать двигатели. Еще до Алабуги Россия напрямую закупала бензиновые двигатели для своих беспилотников у японской компании Saita Seisakushu. Когда об этом стало известно, фирма прекратила отношения с Россией. Аналогичные двигатели иранцы производят по технологии, которая повсеместно применялась в первой половине 20-го века. Вместо форм для литья двигателя используется земля. Самое сложное в производстве — это боевая часть. Какое-то время Иран будет поставлять только ее. В попытках решить проблему производства боевой части сотрудники Алабуги вели переговоры с разными производителями, включая калашников. Переговоры ни к чему не привели. Построить производство с нуля не особо сложно, но это требует выполнения множества условий и норм. Например, этот цех должен находиться в огромном котловане, вокруг которого в разиусе нескольких километров не должно быть никаких построек. На этом варианте Алабуга остановилась. Но его реализация займет время. Полное прекращение поставок комплектующих из Ирана займет 2-3 года. В нашем распоряжении оказался документ — это не очень большая, но достаточно подробная Excel-таблица. Источник утверждает, что этот документ составленный в самом начале сотрудничества. В дополнительном столбце слева перечитаются компании «Альбатрос», «Авиатест Аэро», «Суперкэм» и «Алабуга». Все они так или иначе связаны не только с производством беспилотников, но и с особой экономической зоной. Вопросы касаются производства боевых дронов и их отдельных частей. Один из источников рассказывает, что изначально были проблемы с финансированием российско-иранской сделки. После того, как была достигнута договоренность о покупке франшизы и оговорена сумма, выяснилось, что рубли Ирану не нужны. Сначала они потребовали оплату в золоте. Российская сторона нашла необходимый объем драгоценного металла. И, по словам источника, целый самолет с золотом готовился к отправке. В последний момент Иран передумал и захотел оплату в доллары. Все остановилось. Иранцы хотели оплату наличными, а в России такого количества долларов попросту не нашлось. Не только Иран постоянно менял вводные. Упомянутый документ, который подписал Сергей Шройгу, а за ним и Владимир Путин, по словам нашего источника, предусматривал финансирование в размере 80 миллиардов рублей. На деле оказалось, что это слишком большие деньги, и для организации производства было выделено лишь 30 миллиардов. Каким образом Алабуга искала дофинансирование в недостающие 50 миллиардов, доподлинно неизвестно. Но, по словам источника, она его нашла. Один из собеседников рассказывает, что ходили слухи, что якобы деньги дал глава ВТБ Андрей Костин. Косвенно в пользу этой теории может говорить запуск ВТБ сервиса денежных переводов в Ира в декабре 2022 года и открытие офиса банка в этой стране, о чем стало известно в мае 2023 года. В Алабуге организовано беспрецедентное производство иранских дронов. Только сейчас, на первом этапе сотрудничества, ангар занимает 40 тысяч квадратных метров, или примерно 6 футбольных полей. Тут важно сказать про сами этапы. Первый этап, который подходит к концу сейчас, это просто сборка из готовых запчастей. За следующий год руководство Алабуги планирует перенести производство части деталей на территорию экономической зоны, а затем произвести автоматизацию производства. По словам одного из наших источников, эффективность сборки в результате должна превзойти иранскую в десятки раз, а итоговая площадь ангаров будет больше 100 тысяч квадратных метров. Это будет, по сути своей, отдельная деревня, которая занимается исключительно производством дронов для российской армии. Уже сейчас нам известно о привлечении студентов, в том числе иностранных, для производства иранских дронов. Об этом мы подробнее расскажем в следующей части нашего расследования. Сегодня мы рассказали вам, как работает, возможно, самая эффективная часть российского ВПК. Такую оценку мы можем дать дронам хотя бы из соображений их себестоимости и цены ракет, которые украинцы тратят, чтобы сбить шахиды. Не стоит забывать и про ту роль, которую эти дроны сыграли в терроре мирных граждан Украины. Скольких людей лишили дома. Международным юристам еще предстоит оценить ту роль, которую сыграло руководство Алабуги в военных преступлениях в Украине. Вы посмотрели только первую часть нашего расследования. В ближайшее время выйдет еще несколько важных материалов про Алабугу. Так что подписывайтесь на каналы Протокола и на канал РСВРТ, чтобы не пропустить продолжение. До скорого. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин